Где он прописывает? Дальше будет читать тяжело, я сейчас не помню дословно, да? Переступите все, прочтите вот это вот до конца, потом все будет нормально. Здесь чаще всего люди бросают читать книги. Я ее вот три раза бросал читать. Именно на этом месте. Да. И курил. И курил. Потом сын посадил меня и начал читать мне слух. Я вот прочитал две трети, одну треть говорит, эту концовочку ты должен сам добить. Я ее прочитал, вот книжечку закрыл, докурил сигаретку, потушил ее, больше я не касался. Он также бросил курить, благодаря этому. Но у него другой эффект был. Я вот просто бросил, а у него другой эффект. Он раз вот не курит месяца три-четыре, там полгода. А раз чувствует, что тянет, он говорит, чик, книжечку. И по диагонали, чик, чик, опа, все, опять успокоился. И в конце концов он к этому пришел и спокойно, сейчас ему абсолютно не уже табак. То есть повторение, как в школе учили, да? Повторение, мать-учение. Ну, есть такое воздействие, если книга действительно написана грамотно, хорошо и правильно, то она вот оказывает чисто такой еще лечебный, лечебно-обучающий эффект. Ее приятно и читать, и опять, как бы сказать, она тебя настраивает на те частоты, вот с которых ты немножечко сбиваешься в течение жизни. Да, 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 да. И в колею вогнать тебе, да, и все. Помнишь, еще тут такой эффект, эффект плацебо, да, про которое, и он часто там вспоминает его. Я вспомнил Сережку Захарова. Помнишь такое, из детства? У него всегда в машине лежала упаковка цитрамона. Цитрамон, это что, болеутоляющий или что-то? Ну, вообще-то, я, честно говоря, даже не знаю. Но его цитрамон используют для уравновешивания давление, болит голова, у него цитрамон, давление поднялось, цитрамон, ногою удалился, цитрамон, желудок заболел, цитрамон. Что бы он ни сделал, он чуть ли не от насморка принимал цитрамон. Самое потрясающее, она ему помогала. Он говорит, да бери, это же поможет. Да у меня, я чувствую, локоть болит. Возьми цитрамон. Ты что, смеешься, что ли? Он говорит, да вот, Сережка помогает. Ну, это ему помогает. Это вот как ему пустышку. Дай ему напиши на пустышке, на мели, напиши, что это цитрамон. Он будет его жевать, и у него все сработает. В какой-то момент где-то в голову ему это вбили, или он сам себе это вбил. Вот это потрясающая вещь. У него ничего не болит. Согласен, согласен. Ну, этот как раз Джон приводит в своей книге такой действительно интересный случай, что онкологией болел один там мужчина, и ему кололи лекарство, которое там называлось так-то. И оно ему помогало, все хорошо, он чуть ли не излечился. Потом он читает, что это лекарство не оказывает воздействия. Он опять заболел. Доктор решил пойти на уловку и сказал, а вот это лекарство более улучшенная версия того лекарства. Более современная. И опять ему там говорит, а он на самом деле колол дистиллирован в воду. Он практически излечился. Тут только статья, что это лекарство вообще не помывает. Он по новой заболел и умер. Ну да, вот такая вот вещь. Это тоже, это голова. И как бы мы ни говорили про ауру, чего-то, все-таки мозг, который... Я беседовал, уже не помню в каком, за два месяца до смерти с Бехтеревой на прием к ней. О, попал даже к ней на прием? Да. Надо же. И... Георгия вообще... Очень интересно. И видно, она уже отпустила все это. Все свои знания отпустила. Она поняла, что... То есть она мне предпример произнесла фразу, которую потом буквально через неделю по телевидению. Чем больше я узнаю мозг, тем меньше понимаю, как он устроен. То есть мы настолько далеки. Мы настолько далеки в понимании того, что у нас в черепушке заложено. И почему мы всего пользуемся тремя-пятью процентами, а что делают остальные проценты, да? И как это все нейроны... Вот мне же там проверяли, нейроночки там бегали... Как они тебя проверяли? Да. Ну это после операции... Там спаивали сосуды и напряженность какая-то возникла. Я не понимаю ничего, что они там мне рассказывали. Этот бегает туда, этот бегает туда. Ответ не дает полный, поэтому головной боли, да? Я ничего этого не понял. Прошло оно самим собой путем, не знаю каким путем. Ну потихоньку просто успокоилось все это. Ну вот я все это, как бы сказать, вот я все это слышу, вот я все это там рассуждение и так далее. То есть существует знание, вот знание современное, которое они ограничили. Современная наука ограничила знаниями о физиологии. Она его капитально разобрала, что там, что так далее. Но существует еще и наука знает, но оно это знание придерживает. Существует тонкая физиология. Вот о которой я немножечко рассказал, значит дух, потом это самое. Это хорошо, особенно расписали все это дело эти самые индусы. И она все это действительно там работает. То есть по каким чертежам строится, будем говорить, физическое тело. Почему оно работает так? И та же Бехтерева наговорила, что сам мыслительный процесс он совершается не в самом мозге. Мозг это такая жировая структура, она в основном состоит из жира. Который оказывается лучше всего жир и вода. Лучше всего снимает информацию. Информация на самом деле творится грубо говоря. Вот здесь вот все эти вычисления идут. А сюда она просто сбрасывается. Сбрасывается, дальше по нервам пошли. Там зажали, там не зажали, там пошли. То сказали, то не сказали и так далее и тому подобное. И о том, что вот этот Джон, он, самое интересное, что он нашел, ну вот как он написал, вот этот метод, который работает по снятию боли со спине раз и навсегда. И других там более. Вот. Но он до конца не разбирается в этом. И свидетельством того, что он до конца не разбирается, он приводит в случай одного, значит, человека, который поехал к шаману куда-то. И шаман, говорит, в четыре этапа его вылечил. У него тоже была в бедре боль. Он, значит, там, грубо говоря, провел ритуал один, который, ну, грубо говоря, который там что-то очищает там пространство. Второй ритуал там он провел, значит, это самое, призыв, призыв духов, которые ему помогут. Третий ритуал, наконец-таки, он вытащил это болезнетворное начало из ноги, которая была, это самое, вот нечто таким. То есть боль, мы думаем, это боль, а согласно мировоззрению шамана, это какая-то сущность, да? И эту сущность, четвертый этап, он вселил петуха, то есть он ее не выгнал, а вселил. И говорит, боль прошла. Пускай болеет петух, да? Вот, после того, как вот, смотри, я поработал, вот, я прочитал его, значит, книгу, так-так, ага, думаю, что это тут такое у меня, я говорю, вот, в ягодицах как раз, напряжение которое, знаешь, вот, в копчик, оно вот вдавливает это чувство. Что такое, уже спина более-менее, как-то, ну, вообще-то прошла, а вот там, знаешь, вытянуть тебе, а она потом, ты походишь, вот, вытянулись, ты хорошо ходишь, а потом даже ты ничего не делаешь, я просто лежал на кровати, а чувствую, что она туда опять вдавливается, щелк, щелк, щелк и боль. Ну, значит, раздавилась, и потом ты чувствуешь, что у спины какой-то непорядок, ну, она ее втянула, и не так стоит, ну, вот, я, значит, вот этот, как он там говорит, применил так, а что это я там волнуюсь, так, ну, примерно так, прошелся, что там меня волнует, чем-то, грубо говоря, недоволен, так, по-раскид, вот, здоров, все это там такое, вот, и чувствую, так, она как-то, как раз там подрастилась, подрастилась, а ночью я вижу, сон, то есть, то, что происходит действительно в твоем сознании, если, ну, как бы сказать, ты, ну, ты более-менее, там, нормальный, или, не знаю, или, ну, так скажем, тебе показывают, что происходит, я сижу в комнате, типа вокзала, вот, куда-то хочу наверх подняться, ну, там, какой-то полумрак, и со мной сейчас часто там сфотографируются разные там люди, и вот ко мне одни подходят, подходят, я там сфотографирую, особо не ходится, ну, ладно, и под конец какой-то чму прилезла, и более того, стало не рядом, а мне еще на колени селы, вот это такое, а я лица не вижу, чувствую, она какой-то омерзительно села, что ты тут нафиг, это, ха-ха-ха, то есть, всегда снится сон, если ты что-то сделал, вот у меня так, такое, то, что надо, как правило, вот эта вот мерзость от тебя отходит, и вот мы думаем, что это эмоции, не эмоции, понимаешь, как бы сказать, вот эта вот фигня, но она лезет, и действительно, теперь, если шамана взять этого, он в первую очередь, значит, там, ритуал по очищению сначала очистит, то, чтобы никого тут не было, потом призвать вот эти силы, которые тебя начнут оберегать, защищай, потому что эта фигня скачется туда-сюда, да, а потом, потом важно не выгнать его, понимаешь, она выгналась, пробежалась, и она заскочила, да, а куда-то вселить, и теперь, самое интересное, мы читаем Библию, Иисус Христос видит на берегу озера, там, какой-то дикий человек, который поражен бесами, и он, значит, подошел к ним и говорит, ну-ка, что вот это, творите с этим человеком, они, бесы говорят, наше имя Леон, то есть, не один бес, а там целое стадо этих бесов, да, и мы его мучаем, а то есть, а мучить могут, вообще-то, из-за того, ну, это дальше, может, скажем, из-за того, что у человека есть какой-то изъян, ну, грубо говоря, на бирже играть, и они к нему прискачут, тут как тут, и потом его заманят туда, куда он это, чтобы он обязательно потерял бабки, обязательно, чтобы он расстроился, и обязательно он выплюснул эти эмоции, которые они едят, так вот оно, имя Леон, и он говорит, так, уходите, он говорит, а куда мы уйдем, эти бесы, куда мы уйдем, рядом пошло стадо свиней, он говорит, да уходите нафиг в свиней, и они ушли в свиней, свиньи там, значит, порезвелись, и потом утопились, и другой случай, он изгнал бесов одного, значит, человека, вот, и через какое-то время приходит, а он опять тем же занимается, и он говорит, слушай, ты кончаете им заниматься, делом, чтобы с тобой не было еще чего хуже, то есть, обязательно, вот, вот, там идет как раз обучение у этого Джона, невольное обучение, обучение совсем другому отношению к жизни, прослеживается, то есть, вот эти вот ситуации, которые связаны с гневом, с раздражением, с тем, что ты там пережил, и так далее, и тому подобное, ты должен к ним совсем по-другому относиться, и когда ты относишься, они рассеиваются, они рассеиваются, и все нормально, слушай, Валентин, для тебя я случай привожу, вот, вот что такое, мы, в конце концов, переходим к тому, к тому, чего древние знали, они знали, что существуют бесы разной категории, и, допустим, ну, вот я тебе привяжу это, привяжу это, можно назвать их как угодно, они бесы так и есть, как и есть, так и есть, их можно назвать сущности, ну, они, они, они тогда, они тогда, вот, как раз и говорили, значит, это, и рассказывают про Киприана, и эту самую, Алифтину, Малифтину, как-то там ее звали, христианку, в эту христианку, молодую, красивую, влюбился один там, ну, юноша, и, значит, к ней подкатил, так и сяк, она говорит, нет, я, я христианка, я этим делом вообще не занимаюсь, и даже жениться не собираюсь, а он так воспылал, и пришел к этому Киприану, а этот Киприан, с самого, ну, чуть ли не, с детских лет его отдали, оказывается, тогда это, допустим, ну, грубо говоря, ты, это, там, 50-й год, 100-й год христианской эры, тогда было, как бы сказать, престижным отдавать куда-нибудь на обучение в школу магов, это было высшее, это, и он там прошел, значит, там, халдийскую школу, он прошел эту самую, еще там школу египетскую, ну, тут все это там, пришел домой, ну, естественно, сел, там, офис в офис, и к нему приходят на виде, там, на того порчу, на виде, там, на этого порчу, и так далее, и тому подобное, и вот он призывает этих бесов, значит, они, естественно, откликаются на определенные, там, будем говорить, призывы и так далее, ну, короче, знал, как это делать, ну, вот, первого беса, значит, посылает, там, и он вызвал у нее, у нее жар, понимаешь, жар, такой жар сладострастия, чтоб с этим, но она поняла, что он несвойственный ей, и отмолилась, и дальше уже начеку, более сильный бес пошел, этого сказал, да этот бес, фигня нафиг, я ее, та-та-та-та-та, ничего не сделал, третий бес, четвертый, пятый, десятый, и так далее, понимаешь, ну, вот, то есть, грубо говоря, если человек, это уже в нашем случае, избавляется от чего-то такого простенького, ему, значит, как бы сказать, подкатывает так, чтобы что-то зацепить его, ну, будем говорить, на то интимное, на то сокровенное, что у него есть, и, как бы сказать, этим попользоваться, понимаешь, если он и тут, как-то, вывернулся, ну, человек от этого, они еще берут, в конце концов, будем говорить, в конце концов, что там произошло, дошло до того, что вот эти бесы бегали-бегали, ничего не могли сделать, сам Киприан говорит, юханые бабаи, я столько лет проучился, вы какую-то девчонку не можете, это самое, околдовать, будем говорить, и, значит, что, уже вплоть до того, что начали весь город они казнить, чтобы, там, допустим, какой-то там мор или еще что-то, или еще, и, чтобы они ее заставили уже через это, ну, она говорит, не, мы, мол, отмолимся, они отмолились, и, в конце концов, это же он загорал Киприан, что это за херня мирня, и самому дьяволу нафиг выставил претензии, дьявол, охренел, он до этого говорил, о, это тут, знаешь, новый какой-то там, этот самый, в древности был мах, а это, мол, новый такой, я ему дам, значит, еще в услужение войск, так далее а тут он его это дьявол начал буцкать а он хитрый быстренько раз церковь забежал сразу же после их принялся это такое все понимаешь потому что он знал что дьявол его забьет но все вроде бы уладилось и и устина и киприан это называется можешь почитать вот все уладилось этот священник он вырос в сане сразу представляешь был этим магом а стал это так же быстро там допустим ну и епископом или еще что-то такое и все нормально но тем не менее через какое-то время их говорили и казнили то есть возвращаясь к нашему случаю человека так и норовят если он для них представляет какую-то ценность все мы представляем для них какую-то ценность значит сначала грубо говоря хотят на на наживочку маленькую тебя поймать и так да и вот если не удается дальше тебя значит более изысканную наживочку если не удается еще что-то такое понимаете чтобы тебя втянуть вот в это вот и так далее и тому подобное и в конце концов задача одна задача значит грубо говоря добраться до жизненной энергии человека на что он не тратит вот мы с тобой сидим сидим да и наше внимание это на что-то это есть трата энергии то есть если я ее направляю но грубо говоря там как нет там деньги под заработать я весь там и тут только подсунь тебе какие-нибудь договора интересные проекты это такие чтоб ты туда встрял и все это то такое потом грубо говоря что-то там не получилось лопнуло или кризис как не сделали кстати как я только вот это вот бывает вот сидишь и никаких телефонных особо звонков там и предложение и ничего нет как только и вот это сделал вот это вот задницу расслабил и вот этот сон мне приснился но буквально таки на следующий день как посыпались звонки на нтв туда городская дома москвы сюда эти еще куда-то зовут нам про морковку нам расскажите то ё-моё знаешь как это самое все вот куда-то тут и так далее только освободился от них только освободился так а тут вакансии освободился знаешь как-то опять его не знаю это интересно я так не смотрю